Когда-то меня поразила совершенно уникальная с точки зрения емкости, полноты, цельности сентенция, которую выразил великий русский писатель Лесков в своем рассказе «Левша». Все мы знаем эту знаменитую историю о том, что самородок, парень совершенно простой, утер нос немецкому механику, механик сделал блоху, эта блоха прыгала, делала невероятные совершенно вещи, и вот пришел русский парень, и он взял эту блоху, и все мы знаем, что он сделал. Он подковал ее. Вы знаете, вот в этом коротком рассказе, с моей точки зрения, и заключается весь смысл онтологического, природного различия западной цивилизации и нашей русской цивилизации. Проблема заключается в том, что русский человек, вследствие своей ментальности, он, конечно, может подковать блоху, безусловно, без всякого сомнения, но проблема в том, что он может подковать только одну блоху. Когда нужно подковать 10 блох подряд и сделать это в определенной последовательности, и определенного качества начинаются проблемы, потому что не хочется, не можется, хочется выпить или поспать или что-то еще сделать. Почему это происходит? Это происходит не потому, что мы плохие или хуже кого-то генерально по своему внутреннему человеческому устройству. Это происходит потому, что мы принадлежим разным цивилизациям. Для нас, для наследников цивилизации восточной, византийской, основа – это чувство, основа – это аскетика, и основа – это личный подвиг. Поэтому, если вспомнить слова, я не имел возможности слушать предыдущего выступающего, который говорил о войне, то здесь есть очень интересный показатель, если мы бываем наблюдательны, в чем была основа успешности немецкой армии и русской. Немецкой – это алгоритм машины, русской – это личный подвиг. Это очень важно для понимания вот этой дифференции, этой разницы. И, конечно, когда мы говорим о том, что мы мир воспринимаем по-другому, нежели западный человек, западный человек воспринимает мир через рациональное, ему очень важно понимать для того, чтобы принять что-то, исследовать этому. человек восточный, он мир ощущает, понимает, воспринимает, следуя совершенно другим алгоритмам, и даже не алгоритмам, а совершенно другим личностным способностям. Он хочет мир чувствовать. Для него чувство – это основа. Поэтому, конечно, основная проблема наша с вами, людей, которые принадлежат, с моей точки зрения, проблема, которые принадлежат этой восточной русской цивилизации в том, что для нас всегда мотивация является тем, что стоит на первом месте, а дисциплина находится на втором. Мы вдохновляемся, мы очень легко побуждаемы каким-либо действием, но когда нам нужно системно заниматься долго, анализируя, считая. Вот с этим бывают всегда проблемы. И когда меня попросили говорить о потреблении, я счел нужным начать именно с такой общей вещи для того, чтобы вы легче могли понять, как я оцениваю и как вообще я считаю важным развивать в себе то, что называется дисциплина. Скажем, неважно, что входит в нашу жизнь и о чем мы будем говорить. О кухне, о гастрономии, о вине, о одежде, о компетенциях профессиональных – неважно. Всегда мы сталкиваемся с одним и тем же, с тем, что называется призванием. Однажды я услышал совершенно уникальную, с моей точки зрения, историю, которую мне рассказала девочка. Она, оказывается, в России очень популярна. Мы летели с ней в Берлин, ее зовут Диана Гурцкая. Это слепая девочка, которая поет. Мне сказали, что здесь ее знают. И она мне сказала, знаете, Александр, у нас, у грузин, есть такая история, ну, если хотите, легенда, не легенда, мудрость, не мудрость. Люди, сказала она, очень похожа на собак. И я так внимательно стал ее слушать, потому что мне это сразу очень понравилось. Я говорю, ну-ка, подробнее расскажите. Люди, она сказала, очень похожи на собак. Вы посмотрите, какие есть собаки. Пудели, таксы, пекинезы, немецкие овчарки и так далее, и так далее, и так далее. Вот если вы возьмете маленького пуделя, приведете его домой и будете тратить два или три или больше часов в день и заниматься с этим пуделем и его дрессировать, пройдет несколько месяцев и даже, может быть, несколько лет, и вы сядете в задумчивости, будете смотреть на эту собачку и ничего не понимая погрузитесь в недропечали какой-то внутренней. Вы ничего не будете понимать. Вы не понимете, почему три года труда не привели к тому, что он не превратился в немецкую овчарку. Поэтому вопрос зоркости к своему призванию, с одной стороны, и вообще умение зорко воспринимать все то, что нас окружает, мне нравится это русское слово зоркость. Я его понимаю как умение не просто смотреть и видеть. Смотреть понятно, видеть понятно. Казалось бы, зоркость и видение – это слова-синонимы. Нет, для меня нет. Это умение видеть суть вещей. Это вообще очень важная способность, которая редко дается, ее нужно развивать, воспитывать в себе эту зоркость, так же, как мы воспитываем вкус. Но легко ли воспитать вкус? А разве, не имея вкуса, мы можем говорить о том… Вообще, мне кажется, что если представить, что человек вызван из небытия к бытию Богом, то, скажем, Бог или Вселенная, или некий разум создали человека, в общем-то, не для горя и страдания, создали, как мне кажется, человека для счастья, для радости и для удовольствия. И поэтому умение или вот эта способность быть зорким и обеспечивает вот это удивительное качество, удивительные способности выбирать лучшее, наполнять свою жизнь лучшим, качественным. Ну, вы скажете, это же понятие очень относительное. Ну, что такое качественное? Ну, скажем, вкусная еда. Кто-то мне скажет, но это же понятие относительное. Для кого-то оно вкусное, а для кого-то оно совсем невкусное. И один из сегмент моего дела, которым я сейчас занимаюсь, это ресторанные проекты, винные проекты. Совсем не относительное, совсем не абстрактное понятие. Ну, скажем, вы, наверное, помните ощущение, и хотя бы раз в жизни кто-то из вас кушал в Макдональдсе. Когда мы приходим, я несколько раз ел. Когда мы приходим? Мы приходим, когда мы голодны, мы покупаем эту еду, мы ее съедаем, и что с нами происходит? Мы опустошены и разочарованы, потому что, конечно, мы утолили голод, но мы не получили никакого удовольствия. Поэтому, когда мы говорим о качественном потреблении, то это вообще само понятие, интеграция этого явления в нашу практическую жизнь невозможно без двух маркеров, которые определяют вообще качество того, с чем мы сталкиваемся, или двух способностей. С одной стороны, это вот эта зоркость, которая позволяет нам, если мы развиваем в себе экспертные качества, опыт определенный, и с другой стороны, ощущение счастья и удовольствия. Потому что, если это не приносит нам удовольствия, если не приносит нам счастья, ну, конечно, мы находимся, ну, мне так кажется, Господь или, скажем, жизнь, судьба, дали нам удивительную возможность жить в особенное время, когда проверяется всем, что нас окружает, и всем тем, что стремительно вторгается в нашу жизнь, человек проверяется на его человечность, насколько он стоек в своей человечности. Я не хочу сейчас вам очень долго рассказывать о социальных сетях, но вчера у меня было тоже такое общественное выступление, я счел нужным об этом сказать. Ведь посмотрите, что сейчас происходит. Происходит совершенно убийственная вещь, она напрямую связана с развитием своего внутреннего человека. Потому что, если мы говорим о том, как нам находить качество и как быть потребителем этого качества, как выбирать пшеницу, а не плевелы, как выбирать настоящая аниерзация, я не должен сейчас вам говорить о каких-то в этом ограниченном времени, о каких-то конкретных примерах. Покупаем мы мясо на рынке, или выбираем автомобиль, или одежду, или что-то еще. Я должен в это короткое время постараться сказать о основополагающих, о принципиальных вещах. Поэтому, конечно, когда мы говорим о том, что мы созданы, с одной стороны, для удовольствия, и с другой стороны, мы должны развивать себя, вот это чувство, что такое вкусная или невкусная еда. 90% рестораторов скажут мне, что ты фантазер, потому что у каждого свое представление о вкусе. А я совершенно убежден, что есть общее понятие – это вкусно, это невкусно. Я могу не предпочитать рыбу, или я предпочитаю мясо рыбе, или я хочу перченую еду, или там менее перченую, но качество – это всегда вещь совершенно не общая. Но как этому научиться? Как этому научиться без дисциплины? Ну как этому научиться без дисциплины? Невозможно. Невозможно. Почему? Вот в качестве примера привожу вам Инстаграм, социальную сеть. Наверное, у 100% из 100 здесь находящихся людей есть аккаунты в Инстаграме. Есть он и у меня. Но я использую Инстаграм только с одной единственной целью. Я пытаюсь что-то с помощью его продать. Да-да, что-то продать. Мне это не всегда удается, но это единственная цель, единственный мотив, единственное оправдание для меня – нахождение в этом пространстве. Мне помогает СММ-менеджер, но в общем я пишу сам, отвечаю сам, коммуницирую с людьми сам, призываю вас подписаться на мой Инстаграм, чтобы быть со мной на связи, потому что я сам отвечаю на вопросы. Но, если мы представим, или взять всех нас за 100%, то окажется, что таких людей, как я, три или пять человек. Все остальные, они не могут точно ответить на вопрос, ясно себе, ни мне, ни соседу, ни коллеге себе, что я делаю в этом пространстве, что я там делаю. А ответ бывает очень, очень трудно, даже самому перед собой быть честным. Трудно. Ответ очень простой. Я живу жизнями других людей, и у меня на свою собственную жизнь времени вследствие этого не остается. Я понимаю людей, которые занимаются Инстаграмом для того, чтобы популяризировать свои идеи, свои продукты, свои бизнес-процессы, там все что угодно. Это понятно. Я совершенно не могу понять людей, а их большинство, которые живут в Инстаграме чужой жизнью, чужими эмоциями, чужими взглядами, чужими болями, которые никогда к нему не будут иметь никаких отношений. К чему это приводит? А это приводит к полной деградации, абсолютной, совершенной, всемерной. Такого не бывает, чтобы что-то одно разрушалось. Человек разрушается, как самобытная, индивидуальная, особенная личность. Я сейчас не хочу говорить об алгоритмах Фейсбука, о алгоритмах Инстаграма. Это большая другая история. Но мы должны понимать, что мы сами, не имея вот этой настороженности, не имея развитого чувства внимания к тому, что нам в жизни приходится встречать, и не важно, что это еда в Макдональдсе или ресурсы, о которых сейчас я говорю. Если у нас не развита вот это чутье отличать пшеницу от плевел, если мы не научены дисциплине, когда нужно сконцентрироваться, когда нужно подумать, когда нужно изучить, когда нужно погрузиться, ну зачем? Хочется же погулять, выпить, поспать, отдохнуть. Зачем? И завтра, уже завтра придет день, он уже наступил, но просто это еще, может быть, как-то видно, мы можем это все еще уловить в нюансах, в оттенках, в, как это называется, в тени, а завтра совершенство будет таким, что мы даже не заметим, как за нас принимаются решения. Нам будет казаться, что мы выбираем этот хлеб, этот напиток, это вино, это, не знаю, это путешествие, этот автомобиль, но, конечно, это будем уже не мы, но мы-то об этом не узнаем. Поэтому, когда я говорю о мотивации, о дисциплине, я хочу сказать, что очень важно, это мне так кажется, это мое приватное мнение, очень кажется, научаться дисциплине во всем, выборе еды, одежды, ну, конечно, мы не можем быть экспертами во всем, ну, как быть в этой ситуации, опираться на экспертные мнения, опираться на мнение людей, которые, ну, имеют определенные, это сложная задача, поэтому путь, дисциплина, это не так, что вот ты напрягся, раз у тебя получилось. Есть определенные алгоритмы, есть определенная механика, но, как мне кажется, самое важное, о чем нужно говорить и думать, о нашем внутреннем человеке. Нам дано 24 часа в сутки, больше нет. Нам дан определенный отрезок биологической жизни, но сейчас говорят, что люди стали жить немножко дольше, не знаю, может быть, но жизнь очень ограничена. И от того, развита ли в нас зоркость, от того, можем ли мы отказаться от Макдональдса и выбрать настоящее, зависит, как, чем будет наполнена наша жизнь. Это можно назвать банальным словом или понятием качества жизни, а можно назвать и счастьем жизни. К сожалению, вот короткий отрезок времени не дает возможность приводить примеры, а это очень важно, потому что людям важны примеры, нужны аналогии, но, к сожалению, у нас времени мало, поэтому в последние 20 секунд я, конечно же, если вы хотите пообщаться со мной лично, призываю вас подписаться на мой аккаунт в Инстаграме и, конечно, посмотреть мою программу на Ютьюбе, мою авторскую программу Александра Винника, которая называется «Дегустация личности». Спасибо большое.